Мифы истории Мифы истории Программа о поиске исторических и исторических Здравствуйте! 18.05, пятница, и как обычно в это время программа Мифы истории В студии я постоянно ведущий Алексей Штейнбух Из курса школьной истории, из курса отечественной школьной истории Мы что-то такое помним про отечественных князей, а впоследствии царей по имени Иван Кто-то, может быть, напряжется и вспомнит Ивана Калиту Кто-то от Ивана Калиты, может быть, вспомнит про династию Даниловича Московских Родорианчальником которой и был, собственно говоря, Иван Калита Кто-то, безусловно, помнит грозного царя Иоанна Васильевича Но в отечественной истории был еще один правитель, чья роль, по большому счету, незаслуженно забыта Один из последних великих князей Первый человек, кто носил титул царя Иван Третий Вот о том, что это был за правитель, как он собирал Русь И за что, и почему он должен занимать, на мой взгляд, более известное место Нежели чем то, которое он занимает сегодня в нашей с вами памяти Вот ровно об этом мы с вами и поговорим с нашим сегодняшним гостем С доцентом кафедры всеобщей и отечественной истории МГИМО Кандидатом исторических наук Татьяной Черниковой Татьяна Васильевна, здравствуйте Добрый день Помним Ивана Четвертого, помним Ивана Калиту, а про Ивана Третьего как-то вот не очень Это действительно, наверное, самая большая несправедливость, которая существует в нашей исторической традиции Потому что Иван Третий, конечно, должен быть у нас запомнен в исторической памяти Именно как родоначальник страны, которая вообще-то называется Россия Потому что именно с его правления княжения появилось вообще в политическом лексиконе это слово Ну и потихонечку к 17 веку, вытеснив добрая старая Русь, оно вошло как название страны, которая существует до ныне Но кроме чисто формальных таких параметров, как название страны Действительно генетическая, так сказать, связь нашего современного государства, которое сейчас существует, с его предками Самый ближайший из этих предоков и родоначальник это именно Иван Третий В связи с двумя просто небольшими обстоятельствами Но обстоятельство первое, он наконец стал государем всей Руси То есть собрал всю северо-восточную, северо-западную Русь в единое пространство государственное Появилась совершенно новая страна И он добился суверенитета этой страны в мировом сообществе Потому что именно при нем была свергнута зависимость от Золотой Орды Ну, собственно, даже не от нее, а от ее остатков, от Большой Орды в частности И Россия стала суверенным, независимым государством Черникова Татьяна Васильевна, кандидат исторических наук Доцент кафедры всемирной и отечественной истории Московского государственного института международных отношений В 1983 году окончила Московский государственный педагогический институт имени Ленина, исторический факультет Сфера профессиональных интересов Формы собственности и общественные институты средневековой Руси Проблемы вотчинного государства в Московской Руси Государство и общество в России 17-18 веков Публикации Учебные пособия для вузов по истории Отечества Учебники и рабочие тетради по истории России для средней школы Официальный титул Ивана, и это был новый титул, государь всея Руси Под конец его правления, а правил он у нас с 1462 года по 1505 Его так между собой, немножко льстя, действительно называли царем Но это было неофициально Официально в нашей традиции все-таки первым царем был Иван IV, внук Ивана III Ну вот если обращаться к нашему Геродоту русской истории, то бишь к Карамзину То вот Карамзин, наверное, не случайно именно Ивана III называют Иваном Великим Потому что создатель, еще раз подчеркиваю, с России, как вот государства, даже носящего такое название Это именно Иван III А почему он запомнился меньше? Наверное, просто такое массовое сознание, оно тяготяет к таким ярким, необычным Иногда, что скрывать, таким чудовищным подробностям И вот как раз, конечно, такого политического террора в отношении, например, политической элиты, которая окружала Иван III не допускал, хотя человек он, в общем-то, был жесткий и отнюдь неблагодушный Но он все-таки заботился больше о том, чтобы развитие государственности шло так осторожно, плавно, без вот таких эксцессов В чем, кстати, на мой взгляд, тоже состоит его величие как государственного деятеля И, конечно, обладал колоссальной политической интуицией этот человек Потому что если вот мы будем взвешивать количество ошибок государственных То вот у Ивана III мы практически их не найдем, в отличие от Ивана Грозного В представлении о собирании русских земель мы помним, что процесс же был растянут достаточно длительный срок И, начиная с того же Калите, о котором мы сегодня уже говорили, стадий было много Была и раздробленность, была и большая феодальная война Исключительно на личных качествах Иван III сумел все-таки и задавить вот эту феодальную войну И заставить объединиться земли вокруг Москвы Или логичный и поступательный исторический процесс? Конечно, логичный исторический и поступательный процесс Но никакой исторический процесс не осуществляется сам собой Он идет обязательно через действия людей Вот в данном случае Иван III – это человек, который удивительно четко понимал эпоху И он удивительно четко сделал выводы из всего прошлого, ближнего Кстати, вот вы упомянули междоусобие московских князей, которое длилось 25 лет И затормозило сам процесс превращения Москвы в центр гигантского по европейским понятиям государства Но привело к мысли о том, что старая система престола наследия по боковой линии То есть когда престол, в общем-то, должен был переходить не к старшему сыну по прямой линии А к брату, если такие имелись, к старшему в роду Она сама по себе очень конфликта и не дает государству, которое существует в форме монархии Плавно переживать вот этот процесс, когда один монарх уходит, а новый должен вступить на престол И для образования единого государства в этот момент в Европе повсюду образуются как раз единые, централизованные государства Вот в этом отношении Россия нисколько не отстала И вот Иван в этом отношении жесткую линию вел, потому что во многом был сам в детстве жертвой вот этой самой войны Именно его отца Василия II лишали престола, его двоюродные братья и дядя И детство свое, в общем-то, Иван провел беглецом, спасаясь от преследования И жизни его очень часто угрожала опасность Он научился быть очень осторожным, не спешить Это был человек, который вообще-то не умел и не любил воевать При этом все войны, которые провела Россия в его время, были выиграны И великолепно подбирал кадры Вот еще его одно достоинство, которое отмечал его современник Но уже в более позднее время в правлении его сына Василия III был такой Берсень Беклемишев Которому не нравился авторитарный, очень жесткий стиль представления о себе Василия III И он в беседе с Максимом Греком, такой знаменитый греческий философ, ученый-монах Бросил такую фразу, что вот государь Василий Иванович встречи не любит А государь Иван Васильевич встречу любил Встреча – это имеется в виду спор Отсюда можно заключить вывод какой, что Иван III позволял своему окружению Высказывать свои идеи достаточно открыто Но решение принимал всегда сам, очень взвешенно Иногда даже поздновато, когда уже все окружение, как было состоянием на угре Он до последнего, так сказать, пытался избежать какого-то конфликтного разрешения Пытался с ханом договориться, с Ахматом Но конечное решение, которое он принимал, оно всегда было правильным Мифы истории Мифы истории Если говорить о Угре, о Хане Ахмате Для человека, который историей профессионально не занимается Всегда есть такой исторический провал почти в век Есть так называемый Мамаева побоище 1380-го Когда вроде как ордынцам дали по шее Правда, через два года сдали Москву, но это уже мелочи Потом век, ничего не происходит Ну где-то там Грюнвальдская битва Где тоже вроде как ханские воины поучаствовали А потом вдруг 1480-й, стояние на реке Угре и все, иго закончилось Дело все в том, что мы все-таки привыкли смотреть на историю Немножко со своей колокольни То есть мы ее рассматриваем с точки зрения вообще северо-восточной Руси Москвы, ну иногда там Твери где-то появляется Иногда Новгород появляется в контексте московской истории А ведь в тот момент, особенно до рождения Единого русского государства, московского государства Вообще понятие Русь было очень широким И отнюдь не сводилось к пространству Великого княжения Владимирского Руси, если так скажем, было много И в Западной Европе как раз привыкли называть Русью территории Которые входили в состав Великого княжества литовского и русского Официальное название вообще этой страны было Великое княжество литовское, русское и жмутское или жмантийское И если смотреть, что туда входило, то обнаружится такой интересный момент Что 8 из 12 земель, на которые распалась некогда Единая Киевская Русь, оказались как раз в масштабе Вот этой другой Руси, литовской Руси Ну а что касается Золотой Орды То мы упускаем обычно из внимания такой момент Как период ее распада, одряхления И вообще утере Золотой Орды значение полиса геополитической силы В Восточной Европе и в Северо-Западной Азии А произошло это, в общем, благодаря конфликту Который был у хана Тахтамыша Это как раз вот тот самый хан, который в 1382 году взял Москву И сжег ее, и которому удалось восстановить зависимость территории данной От Золотой Орды добиться того, что Дмитрий Донской получил опять ярлык И начал выплачивать дань Но Тахтамыш вернул себе престол в Золотой Орде И вообще восстановил единство Золотой Орды После большой такой междоусобной войны, которая называлась Великая Замятня 20-летняя война в Орде была страшная, ослабившая ее Только благодаря помощи среднеазиатскому великому такому завоевателю Тирану, деспоту, который в Европе был известен как Тамерлан Настоящее его имя Тимур Ланг То есть Тимур это железный, Ланг хромец Он, получив травм в бою, всю жизнь был хромым Так вот, восстановление Орды произошло под обещание Тахтамыша Что он будет вассалом Тимура, который не был чингизидом Что, так сказать, для золотоордынцев вообще было не очень хорошим происхождением Но реальная сила у Тимура, конечно, была колоссальная И вот когда Тахтамыш восстановил Золотую Орду Он решил, что пора порывать с вот этой вассальной зависимостью Что привело к конфликту государства Тимура и Золотой Орды И в 95-м году началась колоссальная война Которая, в общем-то, нанесла страшное поражение Золотой Орды И опустошение всех ее центров, гибель городов Но все бы это было не так страшно Войны тогда были в обычную практику Легко восстанавливались потом государства Но Тимур перенес торговые караванные пути Которые связывали Запад и Восток с территорией Золотой Орды На свою территорию И вот оказалось, что основой-то на самом деле экономики Золотой Орды Является обслуживание вот этих гигантских транзитных торговых путей И как только средства ушли с этой территории В общем-то, моментально влияние Орды уменьшилось Она распалась на ряд уделов В том числе вот появился Крымский удел Потом возникнет Казанское ханство Сибирское ханство Ногайское ханство Астраханское ханство Из них только Большая Орда Ахмата Пыталась восстановить распавшуюся Золотую Орду Вот о том, как она пыталась это сделать Сразу после рекламы Не переключайтесь, оставайтесь с нами, мы скоро продолжим Поиск исторической правды продолжится через несколько минут Программа рекомендована для лиц старше 16 лет Программа «Мифы истории» Продолжение Напомню, в сегодняшней программе «Мифы истории» мы говорим о временах Ивана Третьего О том, как собиралась Русь в единую уже Россию И о том, как, зачем и почему прекратилась многовековое татарское иго Наш сегодняшний эксперт, человек, который нам помогает в этом разобраться Доцент МГИМО, кандидат исторических наук Татьяна Черникова Тяна Сильна, мы закончили первую часть программы на том, что После того, как Тамерлан переносит торговые пути с территории Золотой Орды Там начинается экономический спад Но ведь Москва как платила, по идее, дань, так и должна была продолжать ее платить Да, совершенно правильно Однако, вот если мы посмотрим все-таки от времен 1382 года До правления нашего героя Ивана Третьего То выплата Дании уже в первой половине XV века начинает быть нерегулярной Вообще последнее такое суровое испытание на прочность, связанное с карательным набегом Это 1408 год, это набег Едигея, такого темника и, безусловно, очень талантливого человека Вот он, так сказать, подверг страшному опустошению опять районы Северо-Восточной Руси В том числе и Москвы И, естественно, Москва, в общем-то, всерьез опять начала платить дань Но потом сам процесс вот этой уплаты дани, он превращается в такой процесс нерегулярный Размеры ее колеблются И Иван Третий, уже вступив на престол, он, в общем-то, довольно долго этой дани вообще не платит С чем и связан был, собственно, конфликт его с Ахматом При этом Иван Третий заручается поддержкой самих татарских остальных ханств Которые, ориентируясь уже на свою экономику весьма специфическую Не нуждавшуюся вот в таком гигантском территориальном объединении, как Золотая Орда В общем, борются за свою независимость И вот главным политическим другом Москвы в этот момент становится Крымское ханство Второй хан Менглигирей был даже, можно сказать, личным приятелем или другом Ивана Третьего Добрые отношения они сохранили, в общем-то, до смерти Ивана Третьего И вот все попытки поначалу хана Ахмата принудить Россию к прежнему своему положению Они очень здорово решались путем дипломатического вот этого союза Начиналась набег крымцев на, собственно, территорию Большой Орды Или война крымцев с союзниками Орды, там, литовским княжеством И вопрос снимался сам собой Потом, когда вот эту схему невозможно было использовать Иван все-таки послал подарки, но именно как подарки, а не как дань Ну, пока вот, наконец, в 1480 году вопрос не встал ребром настолько Что Ахмат двинул на Русь свое большое войско И мы знаем знаменитое многомесячное, так сказать, противостояние В центре внимания обычно стояние на Угре, на пограничной реке Кстати, в Рязанском княжестве находилась эта территория Сама вот организация русского войска, она, конечно, была более современная Поэтому все попытки перейти Угру, пока лед не встал Отбивались московским войском И в источниках написано, что среди наших потери были небольшие, а среди ордынцев большие И, в общем-то, наверное, если бы сам хан Ахмат не перегнул палку Вот этот процесс падения Ига, он бы растянулся на более длительный срок Но в такой обстановке Ахмат требовал, чтобы Иван явился в его ставку И у стремени его к коня просил прощения, получил ярлык и заплатил дань Вот это уже было слишком, на это российская сторона не пошла В итоге, с наступлением холодов, Ахмат вынужден был откочевать И, кстати, вскоре погиб Причем погиб он даже не от каких-то козней крымцев, а от сибирского хана Который даже в Москву прислал сообщение Радуйся, к Ивану он обращался Твой мой враг лежит в могиле И вот после смерти Ахмата большая орда, она фактически перестала существовать Была растащена на части окружающими ханствами К этому времени уже далеко не первый десяток лет, а то и далеко не первый век Были замечательные соседи с запада Польско-Литовское княжество, которое, как вы говорили, 8 из 12 земель было под их управлением Вот если посмотреть на геополитическую ситуацию в Европе Вообще, и в Восточной Европе в частности То вот 15 век, это смена такая лидеров происходит И вот в данном случае противниками в 15 веке у Ивана Безусловно, в этом пространстве оставалось Великое княжество Литовское, Русское и Жмутское Однако, вот как мне представляется, к этому моменту само Великое княжество Литовское Оно утратило такой динамизм государственный Оно все больше и больше подпадало под влияние своего союзника Союзником было Польское королевство В 1385 году была заключена Кревская уния Соответственно, был внешнеполитический союз, очень эффективный Но вот дальше, с одной стороны, вот с запада от Руси, да, мы видим гигантское тоже подплощадь от моря до моря Удию, польско-литовскую, с включением русских земель Потому что тогда не шло речи ни об Украине, ни Белоруссии Хотя название «Белорусы» и «Белоруссия» уже употреблялось Вот это был один путь, вариант развития Такой, представляющий, в общем, федеративной государственностью, безусловно Которая очень сложна для общества того времени Потому что она, конечно, не обладает такой быстротой и концентрацией ресурсов в руках центра Какой обладают унитарные государства того времени Но и такой доминантной усиливающегося польского влияния Потому что в данном случае, конечно, Польша была абсолютным лидером Что для русских земель, входивших в это пространство ввиду религиозного противоречия Было не лучшим, наверное, моментом для того, чтобы это государство Стало центром объединения русского пространства И на другом восточном полюсе мы видим вот эту Московию Превратившуюся в княжество всея Руси Не случайно Иван, вот посмотрите, берет титул не царя Кстати, царь – это производная от цезарь византийского, то есть императорского титула В общем-то, титул вроде бы более высокий по значению Но Иван вот не покупается на внешний престиж Он берет в качестве нового титула государь всея Руси То есть сразу главную внешнеполитическую свою и внутреннюю задачу Он обозначает соединение всех русских земель под своей властью И это, безусловно, сталкивает его, а в дальнейшем всех его потомках Вплоть до Екатерины Второй С проблемой бороться с той страной, в которой тоже есть такие же поползновения Ну и вот поэтому, конечно, главным противником, врагом, я бы даже сказала, становится вот это Великое княжество Литовское Его стараются не называть в нашей традиции Русью, другой Русью Не случайно сокращение историки дают ВКЛ, да, обычно Или Литва Хотя ведь в территории Великого княжества Литовского и Русского, я хочу сказать, основную часть территории занимало русское пространство Русские жители составляли примерно 80% населения Государственный язык был русский Долгое время правовой основой была русская правда И все летописи велись на русском языке И русский вытесняло или именно польское уже влияние Поэтому, да, вы правы совершенно, вот на Западе у нас противник, это вот Литва Вы говорили в самом начале о том, что термин «Россия» появляется имени при Иване Третьем Почему? Вот мы все смотрели с вами на восток в основном А надо было нам глянуть на Запад Потому что Иван ведь сделал что? Он развернул свое государство в европейское пространство И в данном случае встал вопрос о некой идеологии страны Для нее нужна была новая, более великая идеология Потому что задача там освобождения, собирания, она уже была фактически решена И вот при Иване начинает возникновение идеи «Москва, Третий Рим» Иван делает очень значимый жест, это его женитьба По предложению, кстати, Папы Римского на Софьи Палеолог Племянницы последнего византийского императора, православной принцессе И поэтому Россия, русский двор, обычаи начинают обвлекаться византийскую традицию А вот как раз словом «Россия» греки называли нашу страну Поэтому это название связано с именно идеей византийского влияния И то, что Москва наследница Византийской империи, ее право приемница На сегодня, к сожалению, это все, наше время истекло Нашим сегодняшним гостем была доцент МГИМО Татьяна Черникова Спасибо огромное, что пришли Спасибо вам, всего доброго Мы прощаемся с вами ровно на одну неделю До следующей пятницы, когда в 18.05 мы будем опять открывать неизвестные страницы истории Срывать покровы, закрывать белые пятна Да и вообще вспоминать моменты отечественной и зарубежной истории Которые по тем или иным причинам сегодня оказываются незаслуженно забыты В студии с вами был Алексей Штейнбух Всего вам доброго, пока Вы слушали мифы истории Мифы истории Продолжим поиск исторической правды через неделю в это же время